Доброе утро, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи, обзор рынков аналитики Арум Капитал. И с нами сегодня аналитик компании Арум Капитал Владислав Воробьев. Владислав, добрый день! Ну что ж, друзья, всем, как всегда, доброе утро, добрый день, добрый вечер. В зависимости от вашего часового пояса, всем доброго времени суток. Кратос приветствует нашей ежедневной аналитики. С вами Владислав Воробьев. Как всегда, в ближайшие полчаса быть нам с вами вместе. Но для начала давайте обсудим общие вопросы. Как всегда, вспомним основную тематику нашей встречи и поговорим о некоторых дополнительных моментах. Ну, для начала хотелось бы сказать несколько слов об Арум Капитал. Вспомним, что это международный брокер, который имеет лицензию с iSight под номером 323.17. Каждый из вас может убедиться в этом лично на сайте регулятора. Арум Капитал – это также стопроцентный A-book, то есть все ваши сделки всегда выводятся на реальный рынок. Соответственно, метод заключения сделок только из TP и Market Execution. Также обращаю ваше внимание, что торгуя с Арум Капитал вас ждет следующее. Во-первых, исполнение ордеров только по лучшим ценам, конечно же, максимально узкие рыночные спреды, полная прозрачность торгового процесса и отсутствие конфликта интересов между брокером и трейдером, что также немаловажно в наше время. Также обращаю ваше внимание, что весь аналитический обзор, который мы с вами рассматриваем, носит по-прежнему исключительно прогнозный характер, не являясь рекомендацией купли или продажи финансовых активов. Ну а доходность в прошлом, как вы наверняка помните, не гарантирует доходности в будущем. Также обращаю ваше внимание, что в работе у нас по-прежнему 30-минутный таймфрейм, здесь ничего не меняется. Основной интервал графика полчаса, две скользящих, по-прежнему обе экспоненциальные, одна 12-я, вторая 48-я, сигналы классические, красная 12-я пересекает синюю 48-ю сверху вниз, сигнал на продажу, снизу вверх сигнал на покупку. Ни в коем случае не забываем с вами про индикаторы MACD, также с классическими параметрами 12-26-9, больше всего здесь нам любопытны дивергенции. Пример дивергенции на вершине рынка в левой части графика, на дне рынка в центральной части графика. Дивергенция – мощнейший сигнал разворота, и игнорировать его ни в коем случае не рекомендуется. Ну и, конечно же, пересечение нулевой линии, классический сигнал смены направления тенденции, правда, используем мы его постольку поскольку, только если ничего другого найти не можем. Также хотелось бы отметить, что в работе у нас графический анализ, всевозможные уровни, линии, тренды, в частности, FIBA уровни. FIBA уровни мы, как всегда, прикладываем на законченные движения и ищем коррекции. Наиболее вероятные коррекционные уровни – 38,2% и 61,8% соответственно. Не забываем с вами про фигуры. Треугольники, кратные вершины и основания, вымпелы, флаги, клинья, ромбы, прямоугольники, головы и плечи, кастрюли, они же блюдцы или чашки их еще называют, и многие-многие другие. Ну и, конечно, ценовые каналы. Куда ж без них. Каналы у нас тоже регулярно попадаются на графиках, тоже дают отличные ориентиры как для входа, так и для выхода из рынка. Ну а теперь давайте более детально посмотрим на новости. Неделя, друзья, у нас продолжается, новостей становится все больше, а, как следствие, становится на рынке все интереснее и интереснее. Для начала. Сегодня в 13.00 по еврозоне выходит ВВП за четвертый квартал, соответственно, прошлого года, понятное дело. Друзья, обращаю ваше внимание, что данные предварительные. То есть, на самом деле, скорее всего, никакого существенного влияния они на рынок не окажут. Календарь позиционирует эту новость как важную, но при всем при этом, если честно, я каких-то сильных колебаний особо не жду. С другой стороны, если данные выйдут плохие, это как раз может подтолкнуть евро прямо к нашей цели, прямо к нашему профиту. Ну, будем надеяться, в общем. Далее, друзья, вторник также у нас с вами, 30-е число, в 18.30 по Великобритании выступление главы Банка Англии Марка Карни. Опять же, новость, которая может очень сильно двинуть рынок, правда, мы не знаем, в какую сторону, потому что заранее не знаем, что господин Карни будет говорить. Поэтому здесь только мониторить в онлайн, и если вы принимаете решения по таким новостям, то, как я люблю говорить, самый оптимальный вариант, если у вас включена прямая трансляция на каком-то из новостных каналов, типа Блумберга, и вы просто смотрите в режиме реального времени и принимаете решения просто по ходу разговора. Даже отслеживать цитатами такие новости в календаре экономическом, даже в терминале, ну, это очень затруднительно и, по сути, скорее всего, будет неприбыльно. Вот такая вот история сегодня. Так, Владислав, если кто-то из вас не отдыхает в это время, будет неприятный и осторожный. А, кстати, если вы думаете, австралийский дом, то, как вы решите, чем вы решите, чем вы решите, чем вы решите. Владислав, Владислав, Владислав. Владислав, могу вас попросить перезагрузить ваш экран? Я понял. Что-то у нас второй день подряд. Технические сложности. Так. Перезагрузим. Все пошло хорошо. Ага, продолжаем. Хорошо. Будем надеяться, что в третий раз не повторится. А то, как известно, один раз случайность, два совпадения, три закономерность. Будем надеяться, что до третьего раза мы не дойдем. Ну, так вот, друзья, новость, соответственно, по штатам, выступление в Донде Трампа. Ну, опять же, если вы не будете спать в это время, лично я буду отдыхать и не собираюсь ради этого просыпаться. Вот. Ну, если вы будете торговать, можно промониторить, посмотреть. Вот, что касается новостей. Ну, и, конечно, наш торговый набор. Он по-прежнему не изменился. Хотя, друзья, я уже в который раз напоминаю, что в чате вы можете высказывать ваши пожелания и предложения. Может быть, кому-то интересны какие-то конкретные инструменты. Вот. Ну, у нас пока тот же набор. Еврофунт франк-иена. Классика жанра рынка Форекс. Золото и серебро. Классика банковских металлов. Доу и S&P 500, которые вроде как наконец-то развернулись. Это американский фондовый рынок. Евросток 50 европейский. Японский индекс Никей. Ну, а также нефть и природный газ. Куда же без них, без энергоносителей. Ну, а теперь давайте смотреть на график. Итак, друзья, по евро мы с вами вчера продавали. Сделали мы это весьма хорошо. Прибыль развивается. Нисходящее движение развивается. Конечно, заработали пока что немного. Но напомню, что наша цель 22.45. И потенциал по прибыли здесь от 750 до 1500 долларов. Стоп по-прежнему живет за отметкой 24.70. И движение продолжается. По скользящим продаже, по треугольнику продажи, по MACD продажи. Дивергенции тут нет. Также обращаю ваше внимание, напоминаю просто, как рассчитываю потенциальную прибыль, исходя из размера депозита. Первая цифра – работа с плечом 1 к 5, вторая – работа с плечом 1 к 10. Ну и, соответственно, если мы говорим о CFD контрактах, например, та же нефть или еще что-нибудь в этом духе, то здесь 5% загрузки капитала, здесь 10% загрузки капитала. Выше просто, считаю, нет смысла. Это граница безопасной торговли, своей точки зрения. Далее. Фунт. Что касается британского фунта. Все по плану. Обратите внимание. Мы уверенно идем вниз. Я обещал вам сегодня показать уровня. Покажу обязательно. В конце встречи поговорим о том, о чем говорили вчера. Вот, стоп у нас по-прежнему 42.50. Половину цели мы выполнили. То есть сейчас у вас в плюсе должно быть от 500 до 1000 долларов в данный момент времени. По скользящим продолжаются уверенные продажи. А вот по MACD есть намек на дивергенцию. Это такой достаточно плохой знак. Но, тем не менее, если мы в рынке, у нас особо выбора нет. Здесь даже пока что рано стоп-лосс переносить в ноль. Это может быть достаточно преждевременное действие. Напомню, что цель у нас 39 ровная. И мы ждем продолжения движения. Поэтому здесь по британскому фунту я тоже доволен. Ждем, продаем. Все нормально. Опять же, темпы у фунта, как всегда, больше, чем у евро. Это можно легко заметить. По евро, видите, мы отработали едва ли четверть треугольника. А по британскому фунту уже половину нашей цели выполнили. Вот такая вот история. Далее. Франк. Если вы думаете, что по франку что-то изменилось в лучшую сторону, ох, друзья, я вас расстрою. Если вы еще не смотрели на график. Ну, правда, опять же, расстраиваться особо нечего. Мы вчера в рынок не полезли. Сказали, что будем просто за этим смотреть. И, судя по всему, правильно сделали. Потому что, обратите внимание, евро вниз, фунт вниз, а франк на месте. И никакой обратной корреляции здесь не наблюдается. Это достаточно любопытная история. Такое бывает довольно редко. В большинстве случаев евро с франком зеркальны. Вы прекрасно об этом знаете. Но вот как раз мы напоролись на исключение из правил. И, как видите, франк забился в очень узкий диапазон. Пока фунт и евро там штурмуют новые нисходящие горизонты. Ничего делать не будем, естественно. Будем просто смотреть, что из этого получится. Мне, если честно, самому даже любопытно, как мы из этой ситуации и в какую сторону выйдем. Но я не вижу здесь вообще никакого резона открывать сделки. Сами посмотрите на это движение. Оно просто жуткое. И страшное. Страх какое боковое, я бы так сказал. То есть смысл здесь в рынок лезть вообще полностью отсутствует. Далее. Доллар-иена. Примерно та же история, на самом деле. Ничего интересного не произошло за понедельник. Мы даже не покинули диапазон открытия-закрытия. И по-прежнему в нем стоим. Я, опять же, не вижу никакого смысла открывать сделки. Если у вас есть какие-то мысли и идеи, вы можете их реализовать. Единственная идея, которая у меня была утром, это треугольник. Но я от него отказался, потому что с несогласованной фигурой слишком много пустого места внутри этого треугольника. Поэтому во внимание не взял для себя. И склоняюсь к тому, что здесь просто делать нечего. По MACD вроде как продажи, по скользящим вроде тоже, хотя в боковике мы пересекаемся, так себе сигнал. По графическому анализу вообще ничего. То есть, как бы привязаться просто-напросто не к чему. Поэтому на доллар-иене, как и на доллар-франке, я считаю, что самое логичное и разумное сидеть вне рынка. Далее. Золото. Золото упало опять к нашей цели. Вчера, как вы помните, мы отметили снова 76,4. Точнее, ну 76,4 это уже было после нашего общения. 61,8, потом 76,4. Ну и как я и предполагал, коррекция оказалась более затяжной. И судя по всему, 100% мы легко одолеем. Опять же, по золоту у нас продаж не было. Мы опоздали немножко, если только вы тогда не продавали. Аж в самом начале, как помните, мы обсуждали этот момент. Но ничего страшного. У нас есть продажи по серебру, которые тоже, ну, я считаю, что там с очень большой степенью вероятности дотянет до наших целей. Ну, если пропустили, опять же, жалеть особо не о чем. Если не пропустили, я вас поздравляю с хорошим профитом. Потому что здесь могли быть только продажи, учитывая то, что происходило. Я думаю, вы помните эту ситуацию с пробой, с дивергенцией. Поэтому, если кто дождался, хороший результат. Но, опять же, напомню, что официально, можно сказать, в рамках нашей аналитики мы в рынке не были. Поэтому я здесь никакую потенциальную прибыль не указываю. В отличие от серебра, которая вот-вот выполнит наши цели, как вы помните, 17,02 и 8 у нас цель. Мы вчера продавали, стоп-лосс 17,5. От 170 до 350 долларов ваша прибыль уже просто вот-вот будет ваша. Учитывая то, что здесь есть небольшая дивергенция, можно перестраховаться и перенести стоп вот за этот максимум, то есть уже в безубыток и защитить половину прибыли. То есть где-то, ну, грубо говоря, там 85-150 долларов можно защитить абсолютно спокойно. Вот, за вот эту точку. И уже спокойно себе ждать дальнейшего развития событий. Если вдруг получим даже откат после дивергенции, то ничего страшного, все равно оставимся в плюсе. Поэтому подумайте, посмотрите. Это, грубо говоря, надо перенести ордер за 50% коррекции по ФИБО. Вот, если вам, если вы таким занимаетесь, переносите ордера в безубыток, можно этой ситуацией воспользоваться. А так ждем 17,028, ну, может, даже до 0,3 можно округлить. Я так вчера поставил, видите, не отредактировал до круглого уровня, взял прямо там пункт в пункт просто. Значение, ну, до 17,030 можно смело округлить. Далее, следующий наш инструмент – доу. Ну что, друзья, я боюсь, конечно, сглазить, но вроде как дождались наконец-то. Мне очень нравится вот этот пробой трендовой линии. Я вам скажу честно, я еще не в рынке, но рассматриваю такой вариант. Просто меня пугают немножко размеры уровней Фибоначчи, которые здесь надо растянуть. Вот, я серьезно. То есть пугают в прямом смысле слова. И пока что вот вне рынка наблюдаю за всем этим. Но, с другой стороны, сигнал на продажу есть, и можно воспользоваться. Я еще раз повторюсь, я вне рынка. По скользящим продажам, по МСД тоже продажа. Примерно такая же картиночка у нас на S&P 500. То же самое, уверенный такой пробой, красивый. Ну, во всяком случае, выглядит хорошо. Посмотрим, что будет дальше. Опять же, главное не спугнуть. А вот, это шутка. По скользящим продажам, по МСД тоже продажа. Почему я вне рынка жду? Жду, собственно говоря, более точного сигнала, чтобы мы упали еще ниже, чтобы было явно понятно, что мы пробили трендовую линию. Потому что все это, как обычно, может оказаться просто коррекцией. В итоге мы развернемся, обновим максимум и придется линию тренда перерисовывать. Меня больше всего пугает вот эта перспектива. А стоп здесь уже не маленький. Но если вы, конечно, только на пробой ускорение не продавали, тогда все хорошо. Поэтому, что по долг, что по S&P я жду и пока что не растягиваю FIBA на все вот это восходящее движение, которое было. Если все будет развиваться, как поговорили, то завтра обязательно FIBA растянем и уже обсудим более детально. Далее. Евросток. По Евростоку шикарно сегодня открылись с ГЭПом. Я очень надеюсь, что не перекроем. Если не перекрываем, то дорожка только одна вниз. Первая цель уже просто маячит на горизонте. 36.05 и, кстати, она нам несет прибыль от 250 до 500 долларов. Если будете ждать вторую, соответственно, 61.8 по FIBA, то это 35.53. Напоминаю, что стоп у нас стоит 36.92 и мы, соответственно, ждем нашу цель. Здесь все тоже прозаично. Пока что по плану, во всяком случае. Посмотрим, как будет дальше. Занимает все это, конечно, чуть больше времени, чем хотелось бы. Просто помните, было такое бодрое начало на прошлой неделе. Я думаю, многие уже настроились, что сейчас будет цель. В итоге мы скорректировались. Вот понедельник, вторник. Ну, точнее, пятница, понедельник. И много уже времени прошло, сколько мы в рынке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть дней. Почти неделю уже сидим. Но все пока нормально. То есть главное, чтобы терпения хватало. Так, по Евростоку больше особо смотреть не на что. По скользящим там последний сигнал вроде как на продажу. Но я ему не доверяю, учитывая больше боковой характер вот этого движения. По MACD вроде как продажи. Мы просто ниже нулевой линии. Далее, Nikkei. Что касается Nikkei. Внезапно пробил вчера нижнюю границу канала. Нехороший японский индекс. Протестировал ее и откорректировался вниз, полностью отработав цель. Я понятия не имею, успели вы продать или нет. Вообще, если вы помните, вчера мы обсуждали вероятность того, что скорее всего мы пойдем вверх. То есть будем колебаться в рамках этого диапазона. При этом я сказал, что лучше сделки не открывать. По той простой причине, что ширина канала очень маленькая. И поэтому стопы здесь маленькие, цели маленькие. Ну и все, оно такое миниатюрное. И в рынок мы не полезли. То есть вердикт был такой. Вот это для меня было полной неожиданностью вчера. То есть как бы, ну не, вполне логично, как бы фигура просто отработалась. Но учитывая характер всего этого движения, как-то на продолжение нисходящего, не знаю, не рассчитывал. Поэтому я, если честно, в рынок зайти не успел. Вот и стопы тоже не ставил. Хотя отработали очень красиво и можно было заработать. Да, немного, но тем не менее. То есть вариант такой был. Не знаю, воспользовались вы этим каналом или нет. Если воспользовались пробоем, я вас поздравляю, хороший результат. Если не воспользовались, мы с вами в равных правах абсолютно. Я тоже остался без сделки, потому что зеванул немножко. И все. То есть как бы эта ситуация уже себя исчерпала. По скользящим продолжились продажи после всего этого затишья. По МСД вроде тоже продажи. Дивергенции тут нет. Ну и в принципе, в принципе все. То есть как бы больше здесь особо делать нечего. Сейчас тоже сигналов никаких. Ну разве что, если вы сидите в продажах, можно перенести стоп куда-то в безубыток и ждать дальнейшего развития событий. Ну это как вариант сопровождения. А так новых сделать точно открывать не стоит. Далее. Нефть. Что касается нефти. Ну что вам сказать, друзья? Устал я от нефти, честное слово. Вот. Видно, чем все закончилось. Никаких 71.07. Да здравствует стоп 68.68. Есть легкая дивергенция. Но, как говорится, от этого уже ни холодно, ни жарко. Я считаю, что пора немножко закончить с нефтью. Ну в плане того, что пока сделок не открывать и посмотреть, что все-таки будет происходить возле уровня 70. Потому что, судя по всему, на рынке не определились еще куда толкать нефть дальше. Это пробой или это все-таки ложный пробой. И мы отправимся после этого в нисходящее движение. Не ясно. Лично мне не ясно. Поэтому я, друзья, все, выхожу пока что из рынка нефти. Буду просто мониторить. Устал я от происходящего. Ну, прогнозы, конечно, будут. Но, опять же, я от себя скажу, что лучше, конечно, здесь никаких решений, особенно таких скоропостижных, не принимать. Лучше ждать и присматриваться. Вот. Все. Больше по нефти ничего не скажу. Расстроила она меня. Следующий природный газ. Что касается газа. Как и планировали вчера. Ну, помните, говорили, канал есть. И, скорее всего, от нижней границы мы пойдем к верхней. Ну, все по классике жанра. В итоге так получилось. Гэп перекрыли. Все так по красоте достаточно прошло. Но обратите внимание, что если вы пытались покупать вот эта вот предательская тень, она могла очень легко задеть стоп. Мы остановились вчера на том, что сделок мы открывать не будем, потому что канал узкий. Смысла никакого вообще нет. С маленьким стопом, маленьким профитом в него залазить. Но если вы все-таки попытались это сделать, не хочу вас расстраивать, но, скорее всего, вот эта тень, она как раз к стопу и пришла. Поэтому тут возможны варианты. Возможно, к лучшему, что мы вчера обсуждали, что в рынок лезть не будем. И будем просто ситуацию мониторить, а не принимать решения. Далее. Как всегда, инструмент бонус. И по-прежнему, друзья, это у нас криптовалюта эфир. Добрались мы вчера до отметки 11.50. Ну, 1150. Скорректировались после роста. Но произошло дальше немножко непредвиденное. Во всяком случае, для меня. Мы пробили все-таки линию тренда. Я честно и искренне ожидал отбоя, что мы потопчемся в районе 1150, отобьемся и пойдем выше. Но, судя по всему, не сегодня. Как видите, пробой произошел. И сейчас мы, можно сказать, в стадии коррекции на вот эту ветку восходящего движения. Продавать катастрофически поздно. Ну, мало того, что пробой произошел уже после 23.6 по ФИБО, то есть почти 38.2. То есть, грубо говоря, на первой нашей цели, так еще и мы уже корректировались до 50%, откуда и отскочили. Поэтому, друзья, вы сами понимаете, что в такой ситуации лучше сидеть вне рынка и просто смотреть за происходящим и больше ничего. Если у вас открыты какие-то долгосрочные покупки, это не повод от них отказаться. И уж тем более, если у вас куплен эфир и лежит на счетах, то это не повод его как можно скорее продавать. Нет, глобального восходящего движения никто не отменяет по эфиру. Во всяком случае, я его вижу так в перспективе. Поэтому в таком среднесроке, долгосроке все хорошо. А вот краткосрочная спекуляция, ну, немножко повела себя не так, как я рассчитывал. Ну, бывает. Поэтому здесь лучше остаться вне рынка и промониторить. Покупать сейчас тоже нельзя, потому что, по сути, у нас сейчас сигнал к продажам. Коррекция на восходящее движение. Поэтому здесь нельзя рассмотреть и покупки. В общем, лучше ждать. Только вчерашнюю цель мы выполнили, а отбоя так и не произошло. По MACD тоже продажи, по скользящим тоже продажи, ну и по пробитому тренду тоже, соответственно, продажи. Итак, рассмотрели мы с вами все, что планировали рассмотреть. Я, как всегда, напомню, что информация, которую видите, слышите и воспринимаете любым другим способом, носит исключительно прогнозный характер, не являясь при этом рекомендацией купли или продажи финансовых активов. Ну и всем нам, включая меня, не лишним будет помнить, что доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем. И поэтому всегда ставить стопы и защищать себя от возможных потерь. Об этом, я думаю, вы тоже знаете. В завершение нашей встречи страница главная ruarmcapital.eu. Заходите, регистрируйте свой торговый счет. Можете уже попробовать торговать вместе с нами. В вашем распоряжении сейчас порядка 90 торговых инструментов. Криптовалют пока что среди них нет. Но в ближайшее время планируется расширение, инструментов станет более чем тысяча. И они все будут тоже вам доступны. Включая, конечно же, и криптовалюты. Друзья, со слайдами все. Как бы с обзором на сегодня все. Я обещал показать уровни по британскому фунту. Но для начала давайте, наверное, вернусь к вам. Если есть какие-то вопросы, пока вы их будете задавать, как раз запущу терминал и продемонстрирую вам, о чем говорил вчера. Спасибо за внимание к аналитике. Встречаемся завтра, 31 числа. Отлично, отлично. Спасибо, Владислав. Два вопроса вижу к вам. Владислав Шарыгин. Владислав, какой у вас опыт в трейдинге? Сколько лет в этом нелегком деле? В этом нелегком деле и очень интересном деле отвечу Владиславу уже 11 лет. Я вижу еще второй вопрос. Вопросы я тоже озвучу. Артем Крополов, Иванова. Владислав, добрый день. Какие цели по золоту, по техническому анализу с вашей точки зрения? Артем, не более того, что сказал и показал. Считаю, что сейчас самое разумное остаться вне рынка, потому что мы практически уже выполнили 100% по ФИБО на последнее восходящее движение. Поэтому предпринимать какие-то телодвижения или, наверное, депозитодвижения, с моей точки зрения, уже поздно. То есть, если не было продаж до этого, лучше сейчас в рынок не входить. Посмотреть, чем все это закончится и искать новые точки входа. Хорошо, спасибо большое. Так, сейчас, друзья, я терминал включу и покажу вам те самые волшебные уровни. Почему волшебные, станет понятно чуть позже. Так, вот, вроде он запустился. Только вы мне скажите, будет видна ли демонстрация и все ли хорошо, если не затруднит. Видим хорошо. Вот, вот так вот. Друзья, в общем, это британский фунт, дневные графики. Я вам просто покажу те уровни, возле которых мы сейчас стоим, чтобы вы понимали вообще масштаб трагедии. Шутка, что трагедия, но тем не менее. Значит, вот это у нас 1986 год. Ну, во всяком случае, то, что позволяет графику видеть, это впервые данные уровни были отмечены. Отметка, соответственно, 39,75, типа того. Вот, то есть, по сути, эти уровни появились примерно тогда, когда же и я. Вот, далее, обратите внимание, вот это знаменитые распродажи Джорджа Сороса в 92 году. То есть, фунт летел с отметки 2 доллара, причем летел очень сурово. И именно эти уровни дальше остановили падение, и мы пройти их не смогли. Это, соответственно, прошло 86,92, еще 6 лет. Вот, едем дальше. И вот, спустя, соответственно, 8 лет, в 2000 году, мы вернулись к этим уровням. Падали, 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 остановились, постояли, отметили чуть ниже. Здесь появился второй уровень, который образовал зону вот этой ширины. После этого мы откорректировались оттуда и ушли. 2000 год, дальше у нас все прекрасно, шикарно, вплоть до кризиса 2008-го. Фунт отметил свои максимумы, там, выше 2,11 мы были. И обратите внимание, где мы остановились после кризиса, вы не поверите. Вот, это прошло, соответственно, еще 8 лет. Все те же уровни, 39,75, 36,50. То есть, грубо говоря, там такая зона шириной где-то в 300 пунктов. Там мы развернулись, ушли наверх, потом скорректировались, стояли, стояли, стояли. И вот, обратите внимание, впервые за многолетнюю историю, то есть, 2016 год, это прошло 30 лет с момента того, как появились уровни, вот это у нас Brexit. Никто не ждал таких результатов референдума впечатляющих. И, собственно говоря, на всем на этом мы очень уверенно пробили, хотя до этого, видите, останавливались ровно там же. После этого стояли-стояли внизу, недавно протестили. Ну и вот теперь вы можете оценить всю масштабность процесса. Почему вчера говорил, что долгосрочно, ну, точнее, краткосрочно рассчитываю на продолжение падения. Обратите внимание, как бодро мы пролетели эту зону, как будто ее здесь не существовало. И после всего этого, учитывая то, что уровнем почти 32 года, ну, как бы логично ожидать коррекции, учитывая то, что на протяжении всей истории британского фунта, недавней, мы их чувствовали каждый раз. Поэтому вот в краткосроке ждал коррекции, и я абсолютно не сомневался в том, что в том или ином виде распродажи у нас будут. Посмотрим, насколько мы откорректируемся, куда уйдем, но в движении, если честно, сомнений нет. Практически никаких. То есть там на 99% уверен, что мы нашу цель отработаем. Если ошибусь, ну, понятное дело, со всем, со всяким может случиться, но сам тоже в рынке. И сам жду того же по британскому фунту. Поэтому здесь цели могут оказаться довольно интересные. Вот такая вот вкратце история с фунтом. Любопытная. Не знаю, знали вы об этом или нет, но вот такая штука существует. Вот. Ладно. У меня с видеопроекцией все. С терминалом возвращаюсь к вам. Понял вас. Хорошо. Спасибо большое, Владислав. Очень интересно. И Артем Крополов уточняет вопрос. Хотел узнать, где фиксировать. Речь идет о золоту. На ваш взгляд, если он уже давно, допустим, в рынке, то где его фиксировать? Ну, давайте уточним. Артем, у вас продажи по золоту или покупки? То есть важный момент. Сейчас я график еще раз гляну. Хотя я вам ничего нового, наверное, не скажу. Скажу, что чем раньше фиксировать, тем лучше, потому что я уже дальше особо целей не вижу. Ну, да, как бы. То есть у нас по слайдам... Ну, давайте включу еще раз. Зачем продажи? Окей. Зачем просто нам на пальцах это обсуждать, когда можно посмотреть прямо по презентации? Так, один момент. Золото. Наше золото. Ну, вот какие здесь мысли были. То есть, по сути, до 100% коррекции у нас осталось всего ничего. Давайте, наверное, развернем на весь экран, потому что оно как-то немножко неправильно выглядит. СМИ, СМИ, вот золото. Вот. То есть, грубо говоря, где-то 1231. Но это самый-самый такой максимум, который в этой коррекции я бы рассчитывал. Но вообще, как по мне, если вы продавали изначально, где мы обсуждали, то есть пробой линии поддержки, стоп был за максимумом после дивергенции, даже если вы сейчас зафиксируетесь, ничего страшного в этом нет, отличный результат, потому что вы взяли практически 100% обратного движения. Если есть желание подождать, ну, правда, есть другой вариант еще всегда. То есть, нарисуйте здесь линию сопротивления и просто перетаскиваете стоп, соответственно, за ней. И просто за последние максимумы тащите стоп, пока он не сработает на обратном движении. Это, если прямо есть желание сопроводить сделку и выжать еще больше. Как-то так. Я понял вас. Спасибо большое, Владислав. Артем пишет спасибо. Илья Приходько задает вопрос. Владислав, вам не кажется, что за 32 года эти уровни, речь идет о фунте, потеряли силу? Ну, интересный вопрос. С учетом того, что я продемонстрировал, как они работают все последние 32 года, хотелось бы встречный вопрос. Вы смотрели на то, что я показывал или нет? Нет, не кажется. И более того, я вам даже больше скажу, кажется мне или нет, это вообще не имеет никакого значения. График показывает, что рынок их чувствует. А что нам с вами кажется, ну, это наша субъективная точка зрения. А на рынке все их видят и почему-то по ним работают. И цена их чувствует. Такая вот история. Понял вас, Владислав. Спасибо большое. Давайте остановим демонстрацию. Спасибо вам за ваш обзор и ответы на вопросы. Вам хорошего дня и удачи на рынке сегодня. Да, друзья, спасибо вам. Всем побольше прибыльных сделок. Как всегда, поменьше стопов. И увидимся завтра, 31 числа. Будем провожать январь. Удачи. Спасибо. Всего доброго. Спасибо.